Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Как известно, для счастливой жизни с физическим дефектом необходимо принять себя, переключиться на свои достоинства и уметь правильно преподнести свой недостаток. У меня после неудачного перелома и повреждения нерва левая рука чуть короче и слабее, моторика в пальцах слаба. Получается принять себя и легко переключиться на свои достоинства, но как правильно преподнести свой недостаток. Более того, обратить его в достоинство. За 10 лет я научилась не прятать его и жить с ним, но иногда меня накрывает комплекс переполна ценности и ощущение ущербности. Так будет всегда или возможно жить в полной гармонии и не чувствовать дискомфорт при разных взглядах со стороны, и как при этом сделать из недостатка достоинства, как правильно подать себя. Благодарю за адекватный комментарий. Кристина, 34 года. Ну, мне кажется, что вы немножко лукавите, когда говорите, что себя принимаете, потому что вы называете недостатком то, что с вами произошло. Вот. И недостатком вы называете это в силу того факта, что вы чувствуете себя ненормально. Ненормально вы себя чувствуете в глазах других людей, среди которых вы выделяетесь. Здесь есть очень интересный момент, согласно которому в вашей ситуации может оказаться любой человек без физического недостатка, который просто ведет себя как-то по-особенному, он будет восприниматься точно так же. То есть дело не в физическом недостатке, а в том, что вы не такая, как другие. Когда человек выделяется, совершенно неважно как и чем он выделяется, он всегда получает то, что получаете вы. Другой вопрос. Хочет ли человек выделиться или нет? Хочет ли человек быть не таким, как все или нет? Ответ на этот вопрос достаточно простой. У человека нет другого выбора. У человека нет другого выбора, кроме как быть не таким, как все. У человека нет другого выбора, кроме как быть уникальным и индивидуальным. Признать свою уникальность и индивидуальность. Перестать с ней бороться. Вы это делаете? Вы это делаете? Сейчас. Да, я думаю, что вы, безусловно, безусловно, в той или иной степени смогли, скажем так, смириться с тем, что с вами произошло. Может быть вы привыкли, может быть вы себе как-то объяснили то, что с вами происходит. Но, на мой взгляд, как была проблема вашего отношения к себе, так, в принципе, эта проблема и продолжает сохраняться. Попытка быть такой, как все. Можно сказать, а что делать-то? Ну, помимо того, что заметить тенденцию прятать свою индивидуальность у всех людей, то есть вот то, что делали вы, прятали свой, как вы говорите, недостаток. Это делают все люди, чтобы быть нормальными. Люди боятся быть ненормальными. Люди боятся выделяться, боятся внимания, боятся, что их отвергнут. Вообще, в начале, в начале, в начале, так и происходит, частенько. Ну, частенько, частенько происходит так, что люди чувствуют отвращение, какую-то осторожность и опаску со стороны других людей. Любопытство тоже бывает. Так получилось, что людям интересно все необычное и то, о чем мы говорим сейчас, является этим самым необычным. Это действительно необычным. Необычное новое, новое требует нехарактерных, непривычных форм обработки информации. Я думаю, что ключевой момент здесь заключается в том, что вот это необычное. Если этому уделяется внимание, если это присутствует во внимании человека, довольно легко превращается во что-то другое. И вот, на мой взгляд, ощущение ущербности и комплекс неполноценности, о которых вы говорите, возникает у вас тогда, когда вы переключаетесь с того, что называется, ну, я бы, по крайней мере, назвал, с вашей природой, то есть когда вы переключаетесь с вашей природой, когда вы переключаетесь со своей, скажем так, витальности на то, какой вы должны быть. Ну, например, по вашему мнению, например. Вот, когда вы переключаетесь на это, когда вы переключаетесь на данный аспект, то, естественно, вы чувствуете себя не такой, как другие, чувствуете себя ущербным. Ну, парадокс здесь заключается в том, что в общем и целом так чувствует себя любой человек, который, так же, как и вы, переключается на что-то другое. Так чувствует себя абсолютно каждый, кто сравнивает себя с другими людьми. Так чувствует себя абсолютно каждый, кто, скажем так, берет свою модель поведения, берет свою энергию и опору для деятельности из внешнего мира, но не из себя. Ведь понимаете, в чем штука общаться с другими людьми, взаимодействовать с другими людьми можно по-разному, из разных чувств, из разных ощущений, из разных мотивов. Это можно делать. Вот в вашем случае, в вашем случае, задайте себе вопрос. Из какого мотива взаимодействую я? Ну, из какого мотива я взаимодействую с другими людьми? Что мне важно при взаимодействии с другими людьми? Я думаю, что довольно быстро вы придете к определенному такому выводу, что интересно вам не столько и не сколько то, что вы делаете. Вы придете к выводу, что не столько и не сколько вам интересно то, что вы делаете, сколько вам интересно точно раз подумают другие люди. По такой парадигме, по такому поведенческому вектору вы, скорее всего, и движетесь. Да, естественно, на уровне, скажем так, на уровне восприятия себя у вас присутствует, конечно, некоторое обесценивание. Это правда. Тут, я думаю, спорить смысла никакого нет. У вас действительно может присутствовать обесценивание. Это корректируется, это культивируется, любовь к себе культивируется, принятие себя культивируется и так далее. Правда, нужно особо подчеркнуть, что речь идет исключительно о работе с чувствами, но не на уровне рациональной истории. Это очень важный момент, которому не уделяется, как правило, внимания, к сожалению, к большому, к сожалению. Вот, и это корректируется, но так же необходимо развивать свой собственный витальный вектор жизни. Что значит витальный? Пусть вас это слово не пугает. В этом нет никакой мистики, нет ничего экзистенциального. Это, так скажем, внимательность и чувствительность к своей природе. Делать что-то из интереса к чему-то, а не из, например, потребностей что-либо показать. Не из потребностей что-либо, а утвердить и так далее. То есть, как вы понимаете, я надеюсь, речь идет здесь именно о том, чтобы переключиться как бы с того, что для вас важно. на то, что для вас имеет большое значение. И конечно, когда мы говорим, например, о том, что вас накрывает комплекс неполноценности, это не про то, что мне важно, а про то, что в сравнении с другими людьми я какая-то не такая. Это куда важнее. Далее. Вы пишете. Так будет всегда или возможно жить в полной гармонии? Возможно жить в полной гармонии. Как при этом сделать из недостатка достоинства? Я хотел бы уточнить, вы в буквальном или переносном смысле, как правильно подать себя? Только через свой интерес. Если приходит человек, который увлечен своим путем жизненным, которому интересно то, что он делает, который испытывает удовольствие от того, что он делает, который горит любопытством, горит жизнью, то, что остальное будет просто неважно. Но если вы этому внимания не придаете, а у меня есть такое ощущение, что вы не придаете этому внимания, то, то все это место пусто не бывает. И это место займут другие страхи. Человеческое сознание и даже другие эмоции, не страхи. Человеческое сознание не бывает пустым. Когда в нем нет чего-то одного, в нем есть что-то другое. Я думаю, что некоторую сложность может вызвать вашу склонность к рационализации, к избеганию. Также, поскольку у вас была травма, очень важно понимать, прожили ли вы ее. Есть ощущение, что не до конца. Это также необходимо сделать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!